Сегодняшняя тема. Дженнифер и Бен пересеклись в 2002 году на съемках фильма, Джилли, мелодраме о гангстере-неудачнике Джилли и его временной работодательнице по имени Рики. Описание картины не менее комично, чем сама лента, что отразилось на прокате, на создание сего шедевра было потрачено 54 миллиона, а зрители занесли в кассу только 7 миллионов. За подобное достижение критики даже присудили фильму «Золотую малину». Однако в истории проект остался прежде всего как связующее звено между Джейло и Беном, сыграв любовников на большом экране, они не смогли оторваться друг от друга и в реальной жизни. Смотрим фото сладкой парочки в галерее, после «Джилли» последовал не менее провальная «девушка из Джерси», в этот раз Дженнифер и Бен сыграли супругов, прибыли она не принесла, зато вновь отметилась целыми тремя «золотыми малинами». Впрочем, зрителям не в кино было интересно ходить, а обсуждать личную жизнь актеров, ведь оба были заядлыми сердцеедами. Аффлек успел покрутить романы с Сандрой Буллок и Гвинет Пелтроу, а горячая латиноамериканка дважды побывала в коротких браках и взбудорожила общественность ярким романом с рэпером Шоном Компсом, собственно, он и придумал ей емкое прозвище «Джейло». Опыт на любовном фронте у них имелся, и, похоже, артисты были готовы к созданию семьи и прочного брака. На серьезность связи Аффлека и Лопес указывала кольцо с розовым бриллиантом в 6,1 карата на руке певицы и согласованная дата свадьбы 14 сентября 2003 года. Как бы фанаты не любили пару, которую ласково прозвали «Бенифер», внутри самого союза назревал конфликт, проиллюстрировать который сумел клип «Джейло Дженни» «Фром Зе Блок». В песне поется о душевной простоте Лопес, мол, слава ее ничуть не изменила, она все та же девчонка, с района. Тем не менее, даже на кадрах ролика, создающих впечатление, что за Дженнифер и ее возлюбленным постоянно подглядывают папарацци, видно, как исполнительница ловит их внимание и улыбается в камеру «случайного» фотографа. Вот сам клип, в отличие от своей избранницы, Бен к началу нулевых устал от всеобщего интереса. Более того, по слухам, его угнетали неуспехи в кино, пока у Лопес оставалась музыка, и провал с Джили, девушка из Джерси, не сильно ранил ее самооценку. Аффлек расстраивался из-за критики и мечтал о новом кинопроекте, который поможет ему напомнить о своей значимости как режиссера и актера, а не как о парне из ролика Джейло. Помолвку разорвали, свадьбу отменили, при этом знаменитости не сильно рассорились и сумели сохранить дружеско-коллегиальные отношения. Мы были на виду у всех таблоидов, боже, с каким давлением это было связано. Другое время, другое место, и кто знает, что бы могло бы с нами в итоге произойти, но тогда мы действительно любили друг друга, вспоминала Лопес ту эпоху в журнале People. Примечательно, что уже в 2004 году и Лопес, и Аффлек оказались в стабильных отношениях. Певица вышла замуж за музыканта Марка Энтони и родила двойняшек, Бен оказался в браке с актрисой Дженнифер Гарнер и стал отцом двух дочерей и сына. В тот момент и карьера Аффлека пошла в гору. В 2012 году его фильм «Операция. Арго» получил «Оскар». Бен был режиссером, продюсером и исполнителем одной из ролей. О бывших любовных привязанностях Аффлека почти не вспоминали, но он давал иногда себе волю высказаться и восхититься талантом экс-девушки. С апреля 2021 года начали появляться сообщение о возможном воссоединении Беннифер. Сначала Аффлек ездил к бывшей возлюбленной домой, затем они вместе отправились на выходные в Монтану. Одни издания пишут о том, что звезды готовы возобновить связь, другие полагают, совместное времяпрепровождение имеет дружескую основу. Бен поддерживает Джей Ло после очередного романа. С 2017 года она встречалась с бейсболистом Алексом Родригесом, но бросила его после новостей о его измене. Мы, разумеется, не понимаем, как такой красотке, да и любой любящей и верной женщине. Можно изменить, вот горячие снимки Джей Ло из ее инстаграма. Впрочем, и у Бена накопились проблемы, которые можно разобрать на «сеансах» с Лопес. После развода с Гарнер он лечился от алкогольной зависимости и почти год демонстрировал чувство к восходящей латиноамериканской звезде Ане де Армос. Но и этот роман закончился тяжелым, для актера, разрывом. Кстати, среди фанатов популярной пары из нулевых числицы и Мэтт Дэймон, закадычный другом Бена. Во время американского телешоу Тодион заявил, что сам пока не в курсе, насколько правдива информация о реюнионе, но он, любит их обоих и надеется на их воссоединение. Как построить гармоничные отношения?